Слушай, так сюда приготовься. Илья Тихонович, вот туда пройдите. У нас времени нет совершенно. Мы должны один раз ее время прознать. Вась, запоминаем все с первого раза. Второго дубля, возможно, не будет. Вдруг кто-то не придет следующего, шестого, или еще что-то. Видишь, сейчас уже загуляем, их нету. Потом, может быть, еще кого-то не будет. Поэтому без репетиции. Начинается, я говорю слова автора. Вы слушайте, что. 31 декабря вечер. Потом буду медленно читать, сейчас быстро. Обычно российская семья готовится к встрече Нового года. Выходишь, Анна Александровна. Выходишь, там, возьмешь тарелку, венчик, например, что-то смешиваешь. Суетишься, поставила, схватила, что-то другое. Да. Тут я текст прочитаю, делал не в проворот. В общем, ты делаешь, можешь убежать, можешь продолжать что-то делать. Выходит, живот втягиваешь. А вот и муж Анны Александровны, собственно, персоной. Сергей Павлович. Ну, не так уж сильно. Ты думаешь, что бы поесть? Ну, лицо голодного, да. Он был омрачен и забочен. Во-первых, сломался телевизор. Во-вторых, он не мог добиться нормальной еды. Он попросту хотел есть. И говори, есть. Покорми мужа. Покорми мужа. Ой, не мешай мне, вон, иди хлеб поешь. Мне тут некогда с тобой разбираться. Ну, или купим там кусочек ротана. Нет, ты его вот так вот вручаешь в руки, да, там, например. Ну, вот так. А ты берешь, так посмотрел, с таким лицом. И ушел огорченный. Все, ты суетишься. Что-то там бегаешь. Я потом хожу. Да, и тут выходит Ваня. Это Тарас должен был выйти. А это сын Анны Александровны Сергея Павловича, Ваня. Раз его нет, тут мы пропускаем. Он будет посматривать часы. Сонки. Сонки не сел. Слушай, ну они чудо-стрелки вот такие. Ну, как-то подкрутить надо было дать Николая. Так, ну, Ваня, посматривай на часы. А, первая. Посматривала на часы и Анна Александровна. То есть опять ты выходишь первая. То есть так? Да, посматриваешь на часы, сама бегаешь. Слушай, я их принесла, но они вот детские совсем. Вот видишь, она сболтает. Не, ну, такие не пойдут, надо было сделать сначала. А это никак не сделаешь. Нет, можно просто обычные часы без батареек. А где взять? Ну, принеси, ты принесешь? Я не знаю. Нет, ну вот это вот можно, мне не считается. Мне надо конкретно, а вот всякие сломанные, нерабочие, это мне не можно. Ну, что, что не вижу я вот каких-то. Ну, все, вот нет. А, все, рабочие. У нас рабочие часы, потом они не будут работать. Стрелка чуть-чуть погнется, будет задевать одна за вторую. Все, они будут заедать. Ну, что, какие-то старые, ненужные, сломанные, либо вот такие игрушечные. И как их крепить тоже, как вот мы их на стену, потому что у них ни петельки, ни ничего. У нас было подготовиться. Нам, Анна Александровна. Раз, ходь. Я сказала сразу, что они вот такие. А готовить некому, к сожалению, у нас. Тятю просить. Тятя у нас ночами тяжелый. Следом зашел голодный. Так, ты, ну, давай образно вот так вот сюда, как будто раз так, повернулась. Я уже помех? Да, да. Так, время шло для нее слишком быстро. Тогда, оглядевшись вокруг, оглядись вокруг. Так, тебе нужно будет их подводить всегда назад, потому что тебе не надо быстрое время. Ты чуть-чуть, так, чуть-чуть назад. Она подошла, перевела следом, а следом зашел голодный. Так, он посмотрел на часы, убедившись, что рядом никого нет, обязательно оглядывайтесь, посмотрели. Так, ну, лицо не должно быть там, прям совсем лицо дурочка-то. Так, мне не переигрывай. Так, посмотри. Так. И подвел часы чуть-чуть вперед. Следом зашел Ваня. Это будет у нас Тарасий, да? Тоже сделает это же самое. Так, теперь вновь заходишь ты и говоришь, гусь еще не готов. А зачем гусь? Да, громко говори. Гусь еще не готов. Гусь еще и опять чуть-чуть назад. Ну, и потом я включу музыку, 5 минут, 5 минут, и вы по очереди будете заходить и подводить часы. Может, типа здесь духовка я такая не готова их подняла? Ну, может быть, там посмотрела. Там все, там. Ты всегда там наберешь себе, один раз с тарелкой зайдешь, другой раз там с блендером зайдешь, третий раз там еще с чем-то, что ты бегаешь, но на ходу готовишь. Все, через несколько часов все закончилось. Тут слова автора и только разочарованный Ваня зайдет, мальчик. Так, сцена на улице. Две девочки, а вы Политыкин. Политыкины же тоже болеют. Ты выходи одна. Видишь, что у нас даже нету? Вы выходите, играет песенка, отключу вот это, на лошадке в санках. И вы будете снежки кидать друг друга. Прям, мы сделаем снежки, но не сидим. Берешь несколько снежков, подходишь, кидаешь в нее, кидаешь зрителя. Чуть-чуть села. Не сильно так, а то еще сделано синтепоной или из бумаги. Поля, ну ты чего настоящего так? Выходит Ваня и говорит, раньше я слышала эту песенку, но ее пели на английском языке про Новый год. А вы как-то по-другому поете. Это песенка о ростестве. Мы готовимся к празднику и поем эту песню. Так, ну или может просто не репетируем эту песню. Скажи, громко только надо будет говорить. Ну дома мы с тобой еще репетируем. Ваня, а что такое Рождество? Тогда Полина будет вторая говорить. Это день Иисуса Христа, Сына Божьего. Так, здесь Иисусе придет. Он говорит, кто это? Кто такой Бог? Бог это Творец всего-всего. Создатель. Создатель и Творец всего-всего. Так, Иван говорит, но ведь все вокруг создала природа. И та девочка говорит, ну как смешно, все сотворила природа, а Бог. И тут мы поем песню «Бог из головы». Вы ее знаете, мы ее прошлый раз прорепетировали. А мы как? Так. Оттуда все будем петь. Да, оттуда все будем петь. Я распечатаю слова, раздам, чтобы еще и зрители пели, поспевали ее. Так, дальше они говорят о том, что... Что там, Поля, говоришь ты? На воду, что ли? Да, я не хочу быть с сыном горилла, но на дне рождение без приглашения. Так, ты говоришь. Конечно, ты можешь прийти. Суд Христос призывает всех. Но не все слышат его призыв. Надо бодро устроить. Посмотри, как бодро устроили пастухи в Рождестве. И выходят пастухи. Пастухи выходят. Быстрее, быстрее. Так, вышли прямо сюда и говорите. А вы уходите, слышишь? Вы сказали, посмотри, как бодроствовали пастухи. И уходите вместе с вами. Да, там будет не костра, а будет овечки. У меня есть овечки. В принципе, они должны как бы стоять и смотреть на это. Но у нас здесь стоять негде, чтобы Ване показывать. Выходят пастухи. Может, там палки возьмете. Я принесла, сейчас померим, после службы жилетки, такие папахи. Так, мы пастем. Кто первый? Давай. Мы пастем своих овец всегда, даже если ночь темна. Потому что пастырь должен защищать овец всегда. Он переделал, но ритм все равно сохранил. Все перепутали. Так Всевышний нас пастет, злачный пажите дает, А заблудшую овечку в скалах ищет и зовет. От волков. От волков, овец, храните, вам давать за них ответ. И тут ты видишь. Братья, на небесах взгляните. Там небесный дивный свет. В небесах взгляните. Там небесный дивный свет. И здесь выходит ангел. Давай, появляешься ангел. Но они только репетируют. Там вы не также будете подичитать. А это ангел выходит. Выходи. Так, накидку я тоже принесла белую. Тебе только нужно было, чтобы у тебя был белый платок. Ну, белая это была вся. А, белая. Так. В небесах взгляните. Там небесный. И вот так. Ну, не закрывай его. Я хочу опустить. Ты, да, должен быть с этой стороны. Поним? Ты первый выходишь. А вот давай, давай, говори им. Не бойтесь. Радостную весть я вам несу. Ныне родился в городе Давидов вас спаситель. Идите, найдете его в ясли в ковенах. Слава, слава. И тут все вместе мы начинаем петь. По любви Творца Вселенной. Помните это? Да. Вот. Там я написала слово проигрыш. Вчера мы попробовали под минуску петь. Там не будет проигрыша. Там прям все подряд. И вот самый последний. Слава Вышних, Вышних Богу. Мы будем петь два раза. Понятно? Там. Слава Вышних, Вышних Богу. На земле отныне мир. Человека в благоволенье. Так Владыка возвестился. Так. Закончили. Что за чудное? Что за чудное явление? И за что нам эта честь? Братья, пойдем в селение, чтобы молодецу честь воздать. Вознесть. Вознесть. Честь вознесть. Еще раз теперь. Что за чудное явление? Что? Ты удивляйся. Что за чудное явление? И за что нам эта честь? Братья, пойдемте ко вселению, чтобы молодецу честь вознесть. Уже лучше. Без слов-то. По памяти. Ну и Вы удивляйтесь. Братья, да? И за что нам эта честь? Ты смотришь на ангелов. Ты часто каждый день видишь перед тобой. Вот тут тысяча ангелов спустилась. Бю-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вы играете, а? Не просто слова. Да, громко говорите, радостно, праздник, вас будут смотреть бабушки. Не просто бум-бум-бум-бум. Понятно? Вот Местор уже начал в роль входить. Молодец. Ивана еще дома подрепетируй. Так, дальше, как только сказали, пойдем в селение, уходим в селение, и у нас сцена, опять выходит девочка и говорит, ну что, Ваня, пойдем? Как бы Ваня здесь стоит, а вы, а нет, это скажет Полина, ну что, Ваня, пойдем? Он говорит, да я хочу пойти, но у меня нет подарка, как я пойду без подарка, а девочка говорит, а вот? А вот посмотрите, какие дары принесли Иисусу гости из дальних стран. И опять уходите. То есть вы вышли перед пастухами, сказали фразу, ушли, потом... А кто еще запутал слова? Агнинафа и Агния. Их нет. Их нет. Вы выходите и поете, мы волхвы из разных стран. Вот эта песня. Такой листик я вам всем раздавала? Нет. Конечно, вам не. Иди, покажите. Вот она. Иеня, пусть учит. Вот. Сейчас мы после службы достанем коробку, там с шапками, со всякими, с челмами, там подберем, чтобы у кого будет... Все, приехали? Приехали? Да, вот это снимали здесь, чтобы. Сейчас случилось, когда надо искать-то по горячим светам. Батюшка. Кланяться не надо, но вот это, чтобы головой немножко не креститься и не поклон делать, а только голову склонить. Так. Ну, хорошо, я там и дома отрифекирую, раз у остальных волхвов нет, весь не выучишь. Так, время мало, сейчас уже батюшка выходил. Так, потом выходит звезда. Звезда у нас Левия поет, если убить меня. А вот это вот мама мне сказала. Ну, Лера дома скажет это. Автор теперь говорит, не срясись. Ну, можно, что ли? Пусть волхвов... А, путь волхвов назад был краток, и не будет дом их пуст. Из язычников начаток так назвалось златоуст. Теперь опять, то есть после каждой сцены вы выходите, далеко не уходите. Опять выходите, две девочки и Ваня, то есть Тараш. А еще она очень не туда выходила, да? Да, ну, видишь, у нас места нет. Так бы они выстояли и как бы все время наблюдали всех. Вот видишь, какие дары принесли в Ахуру и Иисус. Как интересно, а где же он родился? В Вифлееме, вот, посмотри. Тут каждый волк будет в своем стихе говорить, что именно он принес в подарок. И вот ты взглянешь, вот видишь, какие дары принесли. И затем Мария, Мария у нас Леонида, вот ее опять нет. Она будет говорить, будет долг поздний, так устали. Когда они выйдут, мы включим Ахуру, Марию. И когда Мария дочитает Укроткое, мое дитя, выходит один из пастухов Нестор. В последней сцене ты выходишь. Вот там есть пастух, слова пастуха открыл. Последняя, пятая сцена, да, точно. Там слова пастуха, это ты. Там написано, что это ты? Как овечек пастух свою душу паси, говори о Христе, говори, не молчи. Так, один из волхвов выходит. Агния. Агния вылет, да. Ты, премудрость, волхвов сможешь приобрести. Говори о Христе, говори, не молчи. Зрителям. Ну и Ване. Дальше ангел выходит. Прямо сразу, как только один закончил, следующий. Дивный. Так, не читал. Дивный ангельский хор ты услышишь ночи. Говори о Христе, говори, не молчи. Так, звезда Оливия выйдет о свободе от смерти в миру возвести. Говори о Христе, говори, не молчи. Выходит Ваня, говорит свою речь. И все вместе, все-все-все вместе. Тут, может, могут выйти и какие-то пацаны Александровны. Все вместе. Сколько места хватит. Ликуйте, радуйтесь, надейтесь, родился маленький Христос. Давайте все вместе. Ликуйте, радуйтесь, надейтесь, родился маленький Христос. Христос. Нестер, слышишь? Ты там будешь, ты будешь. Но, прохрестение, на тебя, надеюсь, прорепетируй. Ты все поняла? По словам с Енафой прорепетируй, чтобы она слова свои не пробубнила, а нормально на Эдусь выучила, я сказала. И о том, что вот здесь нужно будет все вместе, вот эти фразы последние, не забывайте про них, хорошо? А то выйдут и... Все, у нас, может быть, уже не будет больше репетиции. А репетиции, как там соберемся, 6-го? Пойди, да, гуля, вы уехали. Случилось, репетиции-то нету. Самое главное-то у нас есть. Куда бы они уехали? В Ваня, в каникулы, куда? Ну, я не сказала, что должны приедут. Куда? Может, что-то с машиной случилось? Я еще написала, что они приедут. То есть, они не уехали из деревни, они на каникулы бывают уже. Ну, слава богу, что не уехали, но, может, еще приедут. Мы, может, после службы порепетируем там в детской, хотя бы... Ну, в крайнем случае, 6-го вы же придете сюда. Потому что 6-го воскресенье, а Рождество в понедельник. Понятно? Нужно будет 6-го собраться на генеральную репетицию, если все получится. Уже с музыкой, со всеми этими, может быть, там костюмы и все. Так, все, запели. Пойдем. А, есть. Все, это я после службы к вам выйду. Надо бы песни о Рождестве, которую Лена Калистикина придумала. И мы забыли уже записать. После, смотрите, пройдет спектакль. Мы все сюда поделемся. Не пропусти, пропусти. Вот когда вот спектакль закончится, последняя сцена, мы все выходим. Кто стихи выучил, будет рассказывать. Кто не выучил, мы просто поем вот эту Рождественскую песню. И все, и концерт заканчивается. Потому что спектакль, это мы сейчас быстро все. Он такой достаточно объемный. У нас всегда концерт минут всего на 20. Поэтому это как раз оно и выйдет. Если стихи выучите, будете рассказывать. Если не выучите, ну, смотрите, как сами. Вот эта итоговая песня будет у нас Рождественская. И все, и подарки. Подарки, потом у нас лотерея будет. Все. Потихонечку заходим. Потихонечку, не топаем. А мы едем пойдемте. Господи помилуй. Господи помилуй. Мы не верим.